Я не люблю индийские фильмы. Меня с детства раздражает их наивность, их бесконтактные драки, такие плоские сюжеты. Конечно, ни о каком психологизме речь не может идти, но есть исключения. В свое время я переписала, разыскала фильмы на торрентах, скачала их и переписала на CD. Это Зита и Гита, некоторые фильмы с участием Хемы Малини и еще один фильм, о котором поговорим попозже. Помню, что в какой-то передаче я видела, показывали Хему Малини. Наверное, это рассказывали об Али-Бабе и Сорока разбойников или Легенда о любви. Не помню точно, какой фильм был. Но, в общем, ее показывали, и меня поразило, что она и сегодня, когда ей столько лет, она все равно красавица. И она была безусловной красавицей. Видите, какие у нее черты лица? Она такая турецкого, туранского типа, я бы сказала, похожа на турчанку или арабку. И вот какая у нее биография. Во-первых, вот так выглядит она сегодня. Зинат Аман родилась 19 ноября 1951 года в Бомбее, Махараштра, Индия. Индийская актриса и модель, что интересно, обладательница Filmfare Award за лучшую роль женского, женскую роль второго плана, второй призер конкурса красоты Мисс Индия и победительница конкурса Мисс Азия 1970 года. Родители Сенат, отец мусульманин, мать индуистка, развелись почти сразу после ее рождения. Девочка окончила школу в Бомбее и уехала учиться в Лос-Анджелес. Вернувшись в Индию, она работала журналистом, а затем моделью. Зинат стала вице-мисс конкурса Мисс Индия и выиграла конкурс Мисс Азия. Ее первым фильмом был Халчел, вторым Хан Гамма, однако обе картины не снискали достаточно популярности. В 1972 году Дев Аннанд предложил Зинат роль второй героини в его фильме «Брат и сестра», и эта роль принесла ей желаемую популярность. В 1978 году актриса приняла приглашение на съемки в разрекламированном фильме Раджа Капура «Истина, любовь и красота». По сценарию предполагалось, что красота души главной героини важнее красоты внешней. Однако режиссер сделал основной акцент на сексапильность актрисы. Фильм провалился. Первым мужем был актер и режиссер Санджай Кхан. К моменту их знакомства он уже был женат, у него были дети, но Зинат впала в такую эмоциональную зависимость, что была согласна стать его второй женой. Ужас! Все закончилось, когда однажды на одном светском мероприятии первая жена Санджая, Зарина, ударила Зинат. Санджай тоже нанес Зинат несколько сильных ударов по лицу, после которых у актрисы был серьезно травмирован правый глаз. Вообще кошмар. Несколько операций не смогли полностью исправить травму и дефект виден и сейчас. Спустя четыре дня Санджай заявил в прессе, что обнаружил связь Зинат с другим мужчиной и потому бросает ее. Просто кошмар. В 1985 году, через четыре года после развода с Санджаем, Зинат снова вышла замуж за актера Мажара Хана, что-то ей с этой фамилией Хан ее связывает, ее отец был тоже по фамилии Хан. Хан, Хан. И родила сыновей Азана и Захана. Мажар тоже поднимал на нее руку и в итоге он снова и она снова подала на развод. Однако сам процесс не дошел до конца, так как в сентябре 1998 Мажар скончался от почечной недостаточности. Родственники мужа обвинили в его смерть Зинат. Однажды они пришли в дом Зинат и избили ее. Причем 11-летний сын Зинат также участвовал в избиении матери. Просто кошмар какой-то. Вот думаешь вот это наверное как сказать детская судьба вот эти несчастные как бы несчастное детское несчастное детство накладывает отпечаток на всю судьбу что отец ушел вот я делаю вывод вот прочитав вот эту статью википедии я делаю такой вывод ну давайте сравним ее с схемой Малини судьбой Хемы Малини Хема Малини как я уже сказала в фильмах того детства нами воспринималась мною лично воспринималась как женщина толстая некрасивая ну знаете в 80-х был такой эталон красоты полная худоба тела ну вот модели тех времен это просто скелеты обтянутые кожей вот это считалось красиво чтоб нигде ни на теле ни на лице ни на жиринке когда сейчас когда я пересматриваю Эдиту Эдиту я восхищаюсь ее и красотой и талантом актерским и то как она двигается она конечно безусловная красавица ну давайте почитаем что о ней говорит Википедия Хема Малини родилась 16 октября 48 года она на 3 года старше изнатаман индийская киноактриса танцовщица продюсер режиссер и политик в России вот это для меня новость в России наиболее известна по ролям близнецов Зита и Гита в одноименном фильме всего в фильмографии актрисы насчитывается более 160 лет лауреат в фильм Фейер Эворд за лучшую женскую роль награждена правительственной наградой Падма Шри за вклад в развитие кименематографа Индии да хочу сказать что когда я делала поиск позинат Аман пересматривала на ютюбе разные ролики искала ее смотрела ее знаменитый танец Хатуба да тоже приведу ссылочку дам и на этот ролик мне попался вот этот вот ролик Хема Малини и Дхар Мендра так мне попался вот этот ролик где я увидела что оказывается они женаты с Хар Мендрой ну ее партнер по всем наверное фильмам ну в частности в той же Зите и Гите Вали Бабе и Сорока Распойников он также играет ее мужа в общем и они прожили долгую счастливую жизнь женаты до сих пор ну и дебют Хемы в кино в кино в 65 году стал фильм на языке Телугу Панду покидает этот мир Панду где она играет танцовщицу ее первым фильмом на хинде стал продавец мечты где главную роль сыграл Радж Капур потом были другие картины где Хема играла с известными актерами Раджешем Ханной Шамми и Шаши Капурами Сандживом Кумаром Тхар Мендрой Амитхам Пхамбачаном Джитендрой Девом Анандом Винодом Кханной В этих картинах она появляется в романтическом амплуа доброй и любящей девушке преданной жены и матери Более чем в 35 фильмах Хема снималась в паре с Тхар Мендрой В СССР и на полсоветском пространстве наиболее известны совместные фильмы этой кинопары Красивый и упрямый 70-го года Зита и Гита 72-го Любимый Раджа 72-го Месть и закон 75-го Король джунгли 76-го Приключение Али Бабы и 40 разбойников 79-го Нелегкая судьба Любовь актрисы 81-го Самрат 82-го Также Хема играла роли реальных исторических личностей в исторических кинофильмах драмах например роль Миры Мирабай индийской святой и поэтессы преданной последовательницы Шри Кришны в фильме Мира роль Султан Шерезии в фильме Дочь Султана Помимо этого Хема сыграла в фильмах драмах в которых поднимается тема нелегкого положения женщины в индийском обществе Забытая жена Судьба Вдовы Во многих художественных фильмах Хема исполняет классические индийские танцы например Прекрасная танцовщица Возлюбленная 1976 года Сокровище Древнего Храма 83-го танцовщица 92-го Пхагмати Королева Судьбы 2005-го Наиболее известные фильмы с участием Хемы в последний год Дыхание Времени 2000-й Любовь и предательство 2003-го Вира Изара 2004-й Папа 2006-й Любовь без границ Времена 2010-й В последние несколько лет Хема занялась продюсированием режиссерами режиссерами фильмов основав компанию Хема Малини Creations наиболее известные ее работатели сериал Танцовщица где она сыграла главную роль кинофильм Танцовщица Кабаре Дисни Лиз Джетендра Кабир Бейди Митхун Чакраборти Димбл Капади Амрита Синх Сплошные Звезды Фареда Джалал Шакрух Кхан Дивья Пхарати Оба этих проекта были сняты в 92-м году Хема Малини стала второй тамильской актрисой Анакаса Тамилка после Виджая Тималы ставшей звездой фильмов на хинди Она изучала стили Пхарат Натьям Кучелуди и Одисси у лучших и известных гуру Танец первая любовь Хемы которая по ее словам останется с нею навсегда Даже в фильмах исполняемые ею танцевальные номера гораздо сложнее чем у любой другой актрисы Политическая деятельность В последние годы Хема Малини с мужем были вовлечены в политику вошли в совет второй верхней палаты парламента Индии при поддержке индийской народной партии В 99-м году Хема выступала за кандидата БДП Винода Кхан бывшего актера Болливуда на выборах в нижнюю палату в пенджабском округе Гурдаспур С 2004 года Хема Малини официально присоединилась к БДП став в 2010 и 2011 годах ее генеральным секретарем Личная жизнь Хема Малини замужем за актером Тхармендрой У нее двое детей Эша и Ахана Дочь Эша пошла по стопам матери и стала киноактрисой Кроме этого дочери Хемы как и мать изучали танец Хили Пхаратнатьем и выступают в совместных программах с ней и отдельно сыновья Тхармендра от первого брака Сани Деоп он тоже был женат и Бобби Деол то также киноактеры Хема Малини исповедует Вайшнавизм является последовательницей международного сообщества сознания Кришны она Кришнаитка так и вот ее фильмография да если вы посмотрите этот ролик вы увидите что дети Хемы Малини девочки наследовали черты родителей причем у одной мамины глаза у другой папины глаза и Леша да вот мамины мамины глаза или папины глаза вот обе сестры со своими мужьями красавицы как хорошо когда красиво складывается судьба так ну и еще один фильм мне попался на глаза еще один ролик давайте я попробую сейчас сразу же найти стоп Раджиш Кхана и Вайф Димпл Кападия с дочерями Твинкл и Ринки здесь в основном про Раджиша Кхану вот он тоже какое-то знакомое лицо так вот он женится на Димпл Кападе в общем короче говоря давайте теперь я расскажу про третью актрису Димпл Кападе в общем так в нашем детстве был фильм знаменитый индийский фильм но все его знали Боби но дети его не видели потому что ну разве что дети в деревнях потому что он был до 16 почему он был до 16 я не совсем поняла хотя потом вчера пересматривая этот фильм видимо более полную версию я видела что там один раз вдалеке появляется голый мужчина главный исполнитель главной роли очень далеке видно что он голый без всяких подробностей вот единственное за что этот фильм попал в категорию до 16 в общем в общем я решила разыскать этот фильм Бобби я его нашла скачала пересмотрела с удовольствием заставила меня его разыскать цитаты из этого фильма где-то я увидела я увидела что там девушка девушки одеты в стиле 70-х мне сразу же начала греть душу ностальгия бередить душу и в общем поэтому я этот фильм скачала пересмотрела с удовольствием конечно у него такая же концовка типичная для индийских фильмов вот бегут девушки одетые в 70-е стиль 70-х я боюсь меня поразила красота этой актрисы очень необычная внешность она похожа на сандру булок кстати вы знали что нужно говорить булок а не балок раджеш хана так а пока почитаем дима 8 июня 1957 года родилась индийская актриса получила широкую известность как исполнительница роли бобби в одноименном фильме снятом в 1973 году после громкого дебюта ушла из кино выйдя замуж за популярного актера раджеши хану после расставания с супругом вернулась на экран лауреат национальной кинопремии фильм фейер эворд за лучшую женскую роль и лучшую женскую роль по мнению критиков дим полкопадия родилась в обеспеченной семье отец бизнесмен чунипхай кападия мать бетти карьеру начала в юном возрасте в 1973 году когда ей было всего 16 лет радж капур пригласил ее на главную роль в своем фильме бобби где партнером по фильму стал риши капур фильм имел грандиозный успех не только в индии но и за рубежом в ссср в прокате он появился в 1975 году и его просмотрело 62 миллиона 600 тысяч зрителей что сделало его шестым по посещаемости среди зарубежных фильмов за всю историю советского кинопроката за работу в этом фильме Димпл получила фильм за лучшую женскую роль однако несмотря на то что лента в одночасье сделала Димпл звездой она оставила кинематограф и в 1973 году она вышла замуж за известного индийского киноактера Раджиша Кхану в браке у них родились две дочери Твинкл Кхана и Ринке Кхана которые тоже впоследствии стали актрисами после развода в 1984 году Димпл вернулась в кино в 1985 году она вновь снялась с Риши Капура в фильме Море Любви за этот фильм она получила фильм Вейер Эворд во второй раз в дальнейшем актриса снялась советско-индийской ленте Черный принц от Джуба не видела в 2005 году она еще раз сыграла в одном фильме с Риши Капура на вираже любви в последнее время Димпл исполняет зрелые роли матери или бабушки но все равно очень красиво и в старости тоже Риши Капур однако же как Риши Капур кстати говоря в этом фильме вы его увидите он такой у него такая наивная внешность действительно детская ему очень подходит роль в этом фильме а может быть он такой хороший актер я просто не видела его в других фильмах вот посмотрите этот фильм в общем дам я вам ссылку и на этот фильм тоже но о чем же я еще хотела вам рассказать в общем я наверное заканчиваю потому что очень затянутый появился если что-то забыла сказать добавлю по скриптаму как обычно либо если это вытянет на отдельную тему сделаю еще видео мне не сложно в общем хотела сказать что не надо очень критиковать индийские фильмы если вы к ним относитесь так же как и я вас бесит все эти постановочные драки бесконтактные такое наивное решение сюжетов плоскость сюжетов одни и те же сюжетные линии разлученные близнецы ложная измена в общем вот все это если вас бесит то просто посмотрите на это дело более отстраненно более менее эмоционально отнеситесь к индийским фильмам как к особого рода искусству как к традиционному театру ну это театр такой виду традиционного театра вот полному условности где не бьют по морде по настоящему а где только обозначают это где ну как в индийском танце где вот каждый жест каждое движение читается как знак алфавита как буква как иероглиф вот вот так надо относиться к индийскому кино ну все я с вами прощаюсь если вам было интересно не забудьте поставить лайк напишите о своих и любим любимых индийских фильмах вот видя все это мой взгляд ну напишите просто что любите ли вы индийские фильмы напишите мне какие фильмы стоит посмотреть какие бы могли мне понравиться или просто какие вам нравятся может быть я тоже увлекусь